СИЗОН 22-23 Леброн побил этот самый рекорд в возрасте 38 лет. Сколько Леброн набрал очков в том матче с Оклахомой? Верно, 38. На какой цифре остановилось общее количество очков у Джеймса в тот день? 38 388. Когда это случилось? 7 февраля 2023 года, в 38 день в этом году. Карим устанавливал свой рекорд 5 апреля 1984 года и ровно через 38 недель на свет появляется маленький Леброн Джеймс. What the fuck, скажете вы? Леброн действительно любит нумерологию, символизм и ценит все это? На самом деле, хрен его знает, совпадение все это или нет, но факт есть факт. Если у вас есть мысли и догадки по этому поводу, напишите их обязательно в комментариях. Однако, это еще не все. Примерно 20 лет назад Леброн в возрасте 17 лет принимает участие на турнире Макдоналдс Ол Американ. И что делает в этом году его старший сын Бронни? Верно, принимает участие в этом же ежегодном ивенте. И вот вам сходу еще одно безумнейшее совпадение. В 2023 году вместе с сыном Леброна на Макдоналдс Ол Американ участие принимали сыновья участников ивента 20-летней давности Пежистояковича и Дежона Вагнера. Эти факты абсолютно не несут в себе ничего важного, но согласитесь, они крайне интересны с точки зрения совпадений. Но чем же тогда мы займемся с вами сегодня, спросите вы? Да, все просто. Посмотрим на то, как прошел этот самый ивент для наследного принца короля. Как он выступил на сломданг-контесте, какой результат показал в матче. Сравним это все с цифрами Бати и обязательно взглянем на то, какой теперь рейтинг имеется у Бронни Джеймса. В преддверии основной игры Макдоналдс Джеймсу-младшему предстояло прежде всего проявить себя на данг-контесте Powerade Jam Fest, на котором помимо самого Бронни участие принимало еще как минимум 8 человек. Шон Стюарт, Эль Марко Джексон, Муки Кук, Стефан Кассел, Рон Холланд II, Матас Бузелис, Амаха Белиу и Джереми Фирс-младший. Да, участников многовато, но тем лучше для зрителей и нас, ведь так мы сможем получить максимум удовольствия от эстетики дангов и в полной мере оценить возможность одних из лучших игроков молодого поколения. Правда, сразу надо сказать, разбирать детально каждый из выполненных бросков от участников я не стану. Во-первых, многое из того, что забивали ребята, было далеко не с первых попыток сделано, и во-вторых, это было, откровенно говоря, не так уж и зрелищно, как на том же, например, SDK в NBA. Да и наверняка часть из только что озвученных вам ребят вообще неизвестны, поэтому переходим сразу же к Бронни. У Небам тоже далеко не все проходило гладко, однако первая попытка заходит просто на отлично. Мельница двумя руками с навеса самому себе была амплитудной, мощной и на 100% показывала нам, что атлетизму Бронни явно не занимать. Да, он, может быть, не выпрыгивает, как отец в свои годы, голова которого находилась выше кольца, но и рост парня существенно ниже, 191 см против батиных 207. Леброн-младший, безусловно, был хедлайнером данного контеста, но надо отметить, что никто из судей не спешил ему отвешивать десятки просто за то, что он, мать его, сын короля, и что он просто так взял и явился на конкурс. Это радует. Как радует и то, что Бронни не старался косплеить броски папы. Если Бронн колотил в свое время в основном набрасывая самому себе от щита, то Джеймс-младший полагался больше на отскоки от пола, перепрыгивание братишки и попытки сложных воздушных пируэтов по типу Джеричи, который, к сожалению, ему так и не поддался. Кстати, раз уж мы зашли настолько далеко, не могу не отметить и факт того, что сын короля все-таки добрался до финала, но уступил там с минимальным перевесом Шону Стюарту, который был более аккуратен в своих попытках, менее рискован и более прагматичен. Давайте скажем так. Как итог, Джеймс-младший занимает второе место в данк-контесте, а Джеймс-старший остается в данном аспекте непревзойденным и непобедимым. Кстати, для тех, кто не знал, это был первый и последний серьезный данк-контест Леброна, в котором он когда-либо принимал участие. На ваших экранах представлены участники ежегодного 46-го матча McDonald's All-American, проходившего в Хьюстоне. По мнению многих и скаутов, и журналистов, Джеймс-младший не должен был там оказаться в принципе, не должен был оказаться в пуле игроков, так как его 35-я общая позиция в рейтинге лучших новобранцев драфт-класса 2023 года, а.к.а. худшая среди всех участников прошедшей игры McDonald's, явно выбивалась из общего контекста и указывала всецело на то, что это только лишь имя папы ему помогло туда пробраться. Однако на деле, если рассмотреть цифры, показанные сыном Кинга уже после игры, сказать такое будет очень и очень проблематично. За 19 сыгранных минут комбо-гард Броня сумел набрать 15 очков по результативности 5 из 8 бросков из водуги, и что чуть было, не позволило ему даже добраться до рекорда игры McDonald's по 3-очковым броскам, который до сих пор принадлежит Джеральду Грину. И до сих пор меня лично удивляет во всей этой истории, что Джеральд Грин, начиная с самого детства, играл без одного пальца на руке и показывал не только такую фантастическую статистику по чести реализации трехочковок, но и не менее фантастическую результативность и красоту по чести исполнения слэнданков. Вот это вот действительно заслуживает и вашего лайка, и уважения. Во-вторых, Броня показал, насколько хорошо он может двигаться в защите и в целом играть в обороне. Да, может быть для вас наличие всего лишь двух перехватов в его активе это не те цифры, которым стоит восторгаться, но каждый раз выходя со скамейки он был именно тем парнем, который жадно рубился в дефе и старался быть максимально полезным для своей команды. В-третьих, видение корта и баскетбольный IQ. Если вы смотрели данный матч, если нет, то можно это сделать просто по ссылке в описании в нашей телеге, то наверняка заметили, насколько Броня бескорыстный игрок. Он всегда отдаёт передачи, если видеть тиммейта в более выгодной позиции для атаки. Он задействует скрины, освобождает зоны и не старается тянуть на себя одеяло только потому, что он, блин, сын Леброна Джеймса, что делает его очень удобным игроком, с которым приятно играть. По крайней мере, так говорят о нём все его тиммейты, как бывшие, так и нынешние. Плюс ко всему, наличие четырёх передач в его статлайне, что является лучшим результатом среди всех игроков, доказывают, что он не стремится показывать индивидуальный результат, а прежде всего игра у него нацелена на командную победу. В-четвёртых, механика броска и действия в клатче. Судя по тем немногочисленным пяти броскам, что мы от него увидели, можно с уверенностью сказать, что в колледже и в NBA у него вряд ли возникнут проблемы с реализацией, ибо уже сейчас он может легко бросить дистанции, как в NBA. Ему хватает и сил, и навыков, чтобы атаковать после сайдстепов, и что он не боится, и это самое главное, брать на себя игру в тот момент, когда она в буквальном смысле висит на волоске. К сожалению, после вот этого вот корнера попадания за минуту с лишним до конца, Запад всё равно уступит с минимальным разрывом в три очка. Но как по мне, с точки зрения индивидуальной и командной составляющей, Джеймс-младший показал очень уверенную игру. Если же делать сравнение с другими игроками данного турнира, то результат брони был четвёртым, что тоже неплохо. 15 очков, 4 передачи, 2 перехвата, 50% релиз по филдголам и 62% из-за дуги. Если говорить о наградах, то и здесь, к сожалению, брони остался без них. От команды Запада MVP признан был Диджей Вагнер, топ-1 рейтинга лучших игроков дров класса 23-го года. От команды Востока трофей самого ценного забирает тебе Айзея Коллиер, который, собственно, и помог своей команде совершить камбэк в матче во второй половине и забрать победу. Что же касается сравнения игры брони с Леброном, то, ну, давайте скажем так. Плейстайл этих двоих просто слишком разный и находится на явно разных уровнях. Леброн приводил свою команду к победам, его сын нет. Леброн забирал MVP матча Макдоналдс, его сын нет. Леброн был доминирующей силой, которую невозможно было остановить, и он доказывал это на протяжении всего пути к NBA, попав в лигу не только со школьной скамьи, но и забирая попутно перед этим абсолютно все первые места во всевозможных рейтингах. У брони же карьера пока складывается по совершенно другому пути. Он не такой яркий, он не такой массивный, он не такой индивидуально доминирующий игрок, но он явно выглядит готовым и к NCAA, и к NBA в частности. Плюс не забывайте, что тащить на себе ношу сына короля может быть даже намного сложнее, чем попытаться пройти путь от никому не нужного вообще парня до суперзвезды. При этом, если же говорить об оценках от скаутов, то после матча Макдоналдса и тренировочного кэмпа, в котором активно принимал участие брони, они все были весьма положительные, что отчасти позволило Леброну-младшему укрепить свои позиции в национальном рейтинге, подняться на 28-ю строчку по версии ESPN, не получить при этом, вопреки ожиданию многих, пятизвездочный статус и приготовиться к главному выбору в своей карьере. Для тех, кто не в курсе, сын Кинга до сих пор не объявлял, за какой университет он будет выступать, что сделало его единственным игроком из таковых на прошедшем турнире Макдоналдс, и это на самом-то деле подвешивает до сих пор в воздухе очень серьезную интригу. Куда пойдет Леброн Джеймс-младший совсем скоро, до сих пор не знает никто. Многие считали, что брони не выбирает себе университет или публично не оглашает свой как бы будущий путь, куда он там собирается пойти по причине всего лишь одной, и зовется она коллективное соглашение. В 2023 году оно подходило к концу, и профсоюзу, и NBA нужно было утвердить новое. И как вы знаете, именно в нем написано то самое правило One and Done, по которому новобранцы не могут попасть в лучшую лигу мира, пока не проведут один год либо в университете, либо в G-лиге. Да, наверное, G-лигу можно считать попаданием в NBA, но все равно не прямое, как это было у условного Леброна Джеймса или же Коби Брайанта. Однако коллективное соглашение на прошлой неделе было переподписано. Конечно, оно вызвало массу вопросов и споров, но одно осталось неизменным. Правило One and Done никуда не делось и пересмотрено не было. А значит, все ваши предположения о том, куда же Леброн Джеймс-младший собирается пойти в ближайшем будущем, остаются актуальными. Можете написать их в комментариях еще разочек, мы обязательно почитаем и посмотрим. А у меня же, господа, на сегодня все. Если видос вам понравился, ставьте большой палец вверх, не забывайте тыкнуть на гребаную кнопочку подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. Увидимся и услышимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok